Препарат пероксан Препарат пероксан Пепен отошел в тень То, что касается Его незаменимости Ну собственно пероксан это и название препарата И действующего вещества Поэтому искать надо по нему Почему он пропал не знаю Вот я специально когда получил это письмо Посмотрел в поисковике Медлюкс Поиск лекарств в аптеках Москвы Пироксан есть Правда цена у него совершенно уже стала Несусветная То есть там указана стоимость То есть от полутора тысяч рублей за упаковку, что очень много, на мой взгляд, для такого простенького препарата. Если пероксан помогает хорошо при вот именно чисто вегетативных проявлениях, опять-таки не для лечения какого-то заболевания, не для лечения нозологии, а именно при чисто вегетативных проявлениях, то вполне вероятно могут подойти и другие альфа-дреноблокаторы. Естественно, лучше подбирать их не так вот по рекомендации, лучше осуществлять подбор только совместно с врачом. Никаких других вариантов, что вот я сам посмотрю там по интернету или тем более послушаю какое-нибудь видео и поэтому буду принимать тот или иной препарат, быть не должно. В принципе, сама группа альфа-дреноблокаторов достаточно большая. Она насчитывает массу препаратов, в общем-то, в том числе значительное количество препаратов, которые появились уже после того, как я окончил институт. И, в общем-то, значительную часть этой группы препаратов я не использовал никогда и не могу ничего о ней сказать. Поэтому имеет смысл обратиться к грамотному терапевту и просто подобрать препарат из той же группы. Ну, либо использовать тот самый пероксан, который, по крайней мере, в Москве он есть, не знаю, как в регионах. Но стоимость, как я уже сказал, значительно завышена. Индивидуально, именно такая хорошая реакция конкретно на альфа-дреноблокаторы и недостаточная, либо плохая реакция на бензодиазепиновые транквилизаторы, на атропные препараты типа фенебута, вполне вероятно. То есть, это индивидуальный вопрос, который надо решать с каждым конкретным пациентом отдельно. В общем и целом, вот ситуация такая. Про пероксан, опять-таки, скажу, не слышал очень давно и давно-давно им не пользовался. Где-то вот порядка 20 лет. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.